Итак, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас 69-й урок, мы начинаем 69-й уже, да, уже прям реально двигаемся, двигаемся. 69-й урок Мишли, притчи царя Соломона, глава 10-я. И кто сейчас пришел? Кто пришел? Первый, интересно, кто сейчас? Почему не показывает мне, кто пришел? Первый. Ну ладно, хорошо, значит, сейчас мы собираемся, уже 9.04, я на 3 минуты опоздал, конечно. Многие могли уйти, просто разойтись, не дождаться. Но если есть Яков Шатадин, то мы можем уже начинать. Сейчас. Все, подключились, я так понимаю, повторно. Так, все, 9 человек уже. Зальман Зальман, Юлия Минаевна, Алекс Поделка, привет Антон, Леонид Флаксенберг, Шалом. Все, мы начинаем. Значит, у нас есть, у нас есть 10 глава и отрывок сейчас у нас, какой мы остановились в прошлый раз, в прошлый раз, что благословение Бога, оно обогащает и нету грусти с ним. То есть, тогда деньги приходят без грусти. Да, мы прошли это. Благословение Бога обогащает и нету грусти с ним. Это был 22-й отрывок. Теперь 23-й. 23-й отрывок, он такой, он уходит в психологию. Психологию. И царь Соломо нам говорит, кисхок ляксиль асодзима. Как смех для грешника делать вот эти вот зима, это разврат. Да, разврат, ну вообще преступление. Выхахмали иштвуна. И божественная мудрость для человека сообразительного. Так он нам говорит. Теперь, как нам объясняет это Малбим? Вот человек ксиль. Кто такой ксиль? Напоминаю, что по определению Малбима, ксиль это разновидность грешника, который грешит, потому что у него интеллект не справляется с его эмоциональной сферой, с его желаниями. И он грешит, потому что у него есть вожделение, то, что называется вожделение. Вот он хочет есть запрещенную еду, хочет общаться с запрещенными женщинами, хочет в субботу ездить на пляж. Он понимает, что это все плохо, что это все неправильно, что намного правильнее быть религиозным, но он, у него нет сил с собой бороться. Таких людей большинство в мире. Большинство людей курят, знают, что это вредно. Большинство людей едят вредную еду, знают, что это вредно. Большинство людей не делают зарядку, при этом знают, что это полезно. То есть это все называется ксиль. Человек, который, если это касается торы, добра и зла, то это ксиль, грешник. А если это касается обычной жизни, то это просто человек, который не может справляться со своими вожделениями. То есть у него эмоциональная сфера и физическая сфера сильнее, чем его интеллектуальная и духовная сфера. И вот, значит, как смех для вот этого Ксиля делать ему разврат, грех и так далее. Смех — это инстинктивное проявление эмоций. То есть когда человеку смешно, что значит ему смешно? Он же не думает, как мне смеяться. У него — а-а-а-а, и пошло у него. То есть он смеется инстинктивно. Теперь, да, хай, Мария Пердже. Значит, как Ксиль смеется инстинктивно, как человек смеется инстинктивно, так же он инстинктивно делает грех. То есть здесь нам показана такая вещь, что люди запрограммированы. Все, человек запрограммирован. Если кто хочет делать зарядку, он должен перепрограммировать на зарядку. Кто хочет бросить курить, он должен перепрограммировать себя на бросить курить, на не курить. То есть нужно понимать свою природу и уметь ей управлять. Держать себя волей тяжело, потому что если у тебя тело ведет в одну сторону, а интеллект и воля пытаются вести в другую, это как всадник, который скачет на лошади, и он вроде ей управляет. Но лошадь когда разгонится, а всадник вдруг захочет в другую сторону ехать, он не сможет ее перевернуть. Понятно, да, идея? То есть и то же самое, вторая часть этого отрывка, как смех для грешника делать грех, делать раздрат. То есть это он делает инстинктивно, вот этот, который Ксиль. Так же хохмали и штвуна, так же божественная мудрость, она приходит к тому, кто сообразительный. То есть можно идти от обратного. Есть люди такие, да, они такие заучки математики, да. И вот они эти заучки математики, они сидели всю жизнь, учились, учились, футбол не играли, спортом не занимались. То есть они такие, вот у них голова большая, отчти, и они реально, вот как Билл Дейтс, например, да, Билл Дейтс, он такой заучка-математик. И он, значит, у него, в принципе, настолько голова сообразительная и настолько она натренированная, что у него все-таки голова управляет телом. То есть и у таких людей, у сообразительных, у них может быть, если они потом прикрепляются к Тори. Были такие люди, начинали, я расскажу одну историю, когда приехал в Израиль один парень, значит, он, его мама из Саратова, из Саратова она воспитывала гениальных детей, у нее центр был гениальности, да. И она своего сына вот просто воспитала гениальным вообще. Он выигрывал математические олимпиады, он там был, ну, супер, такой прям математик-математик. Но она и про спорт не забывала, он и такой, разве это был физически, но такой прям заучка-заучка. Ему правительство Канады по какому-то гранту, он уехал в Канаду, и он в 25 лет или в 24 года стал кандидатом наук по математике, там, компьютерной сайенсы, эти науки. И он, значит, в Канаде, ему Канада дает сразу там вид на жительство, гражданство, там, все, что ты хочешь. И на год ему давали грант, чтобы он в каких-то исследованиях, участвовал в серьезных исследованиях. Но он в этом институте в Канаде начал ходить на шаббаты в Бетхаббат. И, значит, так он чуть-чуть стал, приблизился чуть к еврейской мудрости, да, к Торе, ну, так чуть-чуть, вообще очень мало. И была поездка на месяц в Ешиву, в Орсаме, в Иерусалим. Как раз я в этой Ешиве тоже начинал. Это специальная Ешива такая, в которой люди, ну, знакомятся с основами Торы, да. Он приехал на месяц, ознакомиться с основами Торы. В такой он был маленькой типе, такая вязаная типа, только маленькая-маленькая такая, декоративная. Потом он через месяц, он говорит, звонит маме там, и мы как-то с ним пересеклись. И он говорит, вы знаете, я, говорит, хочу еще на месяц остаться. Я понял, что тут есть чем разобраться. Тут интересная такая штука. То есть, ну, как бы, очень мне интересно. Он остается еще на месяц. Через месяц у него уже такая черная типа, но вязаная. Это как бы уже ты более профессионально так Богу служишь. Еще через, прошло два месяца, он звонит маме и говорит, мама, знаешь, я решил на год остаться, я в Канаду пока не вернусь. Наука подождет. Мне надо разобраться с Торой. Мне надо с душой своей разобраться вообще со своей жизнью. Значит, приезжает мама, приезжает бабушка. Тоже бабушка такая продвинутая, тоже из мира науки. Они начинают его уговаривать. Что ты делаешь? Как ты можешь? Ты же всю свою жизнь там под откос пускаешь. Он говорит, нет, я наоборот хочу понять вообще, кто я, зачем я, как мне жить. То есть, все, на год, в общем, не смогли они его уговорить. Через год приезжают, а ему дали отсрочку в Канаде, говорят, год мы тебя подождем с этими исследованиями, с этим грантом. Через год они приезжают, ему говорят, ну все, а он уже в черной такой бархатной типе, в шляпе, в костюме, и он уже сидит день и ночь и вот этой своей гениальной головой изучает Тору. И изучает, и его эта мама, бабушка вообще, они чуть не вообще в истерике. А он говорит, нет, говорит, мне вообще Канада не нужна, я туда не поеду. Я остаюсь в Израиле, женился, значит, и живет, там есть такой город, где живут мудрецы Торы, называется Кириад Сефер, Брахвиль, где живут только те, которые учатся в Ешивах. Они живут хлеб, вода, то есть очень большая бедность вообще такая, бедность, бедность. Но они все совершенно такие святые, в святом мире такие, учат Тору, такие прям вообще, и он как раз там поселился, и у него там уже, может, трое-четверо детей. Каждый год тот, кто к Торе присоединяется, у них каждый год начинают дети рождаться, ну в плане даже как дерево жизни, да, человек приходит в этот мир, чтобы пройти этот жизненный путь, присоединиться к Богу и уйти. И поэтому у них много детей рождается, они не боятся, что человек будет кушать, потому что они знают, что всех Бог обеспечивает, они не боятся, как я буду сына там или дочку воспитывать, потому что нужно в Торе воспитать, а дальше уже Бог позаботится, да. В общем, у него где-то там сейчас 6-7 детей, он, последнее, что я о нем слышал, эта история была лет 8 назад, 9, что он все-таки там несколько часов в день начал работать как программист, чтобы было еще что кушать, но он стал такой мудрец Торы, не помню сейчас как его зовут, но вот бывают такие истории. То есть это я к чему рассказал, что когда человек мудрый, когда у него голова работает, тогда он, в принципе, у него есть шанс понять божественную мудрость, это раз. И второе, второе, что если человек мудрый, у него есть шанс понять божественную мудрость, то есть у него тело не такое сильное, вот эти вожделения, и он, если просто он мыслитель, у него есть шанс понять божественную мудрость. Есть? Да. Хорошо. Это то, что написано в 23-м отрывке, как смех для грешника, для него делать грех. То есть он такой, ксиль вот этот, у кого вожделение, вот, ну если эти люди, ааа, там туда-сюда, ему легко очень согрешить. Также для сообразительного человека легко стать потом религиозным. Дальше. Дальше, следующий у нас отрывок, 24-й такой. Мегарат, Раша и Твоена, Ветаават, Садик и Тен. Значит, здесь вообще опять идет такая глубинная, глубинная психология. Значит, мегурат это, ну это страх, одно из слов, обозначающих страх. Значит, страх злодея, он к нему придет. Страх злодея к нему придет, и желание, желание от садика Бог ему даст. Что это значит? Здесь конкретно, помните фильм «Секрет», был такой фильм «Секрет», что вот все, что ты думаешь, ты притягиваешь, закон притяжения. Вот, 3000 лет назад в Торе царь Соломон рассказал о этом, один из законов, управляющих мирозданием, это закон Истора. А потом Джек Энфилд в фильме «Секрет» его просто красиво показал. Значит, страх злодея к нему придет. Что это значит? Человек-злодей, значит, он не с Богом внутренне, да, поэтому, то есть, по Торе злодей это тот, который не идет по божественным заповедям. То есть, если человек, например, мы возьмем Гитлер, чтобы стерлось его имя, так он там и собак любил, и вегетариан сам был, но он же был злодей конченый вообще. То есть, злодей — это тот, кто идет против Бога. Это как бы тот, кто нарушает основные божественные заповеди, которые, там, если взять вот по-простому, есть 10 заповедей, да, в которых сконцентрированы все остальные заповеди. Это как их квинтэссенция. Так человек, который нарушает эти заповеди, он злодей. Теперь, а раз он злодей, он все время боится. Он беспокоится, он боится, потому что не беспокоится о завтрашнем дне, может, только цадик, праведник такой, который верит в Бога и который понимает, что завтрашнего дня его и нет вообще. То есть, есть только день сегодняшний, а даст Бог день, даст Бог пищу, и завтрашнего дня как такового не бывает. И все время день сегодняшний. То есть, ты все время находишься в сегодняшнем дне, а завтрашний день ты себе придумал, и он когда-нибудь придет, но твое счастье или несчастье зависит не от внешних обстоятельств, а от того, что у тебя внутри, от того, что Бог хочет тебе дать или не дать. Так вот, страх злодея, он к нему приходит, то есть, когда злодей, он думает о завтрашнем дне, он боится, он волнуется, он переживает, он беспокоится, и он тем самым проецирует на свое будущее, проецирует свои мысли, да? Есть еще один закон в Торе, который звучит так, тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. То есть, а как узнать, по какому человек хочет идти пути? Это то, что он думает о своем будущем. То есть, если он думает, что это его путь, значит, по этому пути его ведут. Теперь, страх злодея к нему придет. Когда злодей беспокоится о завтрашнем дне и думает, блин, завтра меня там в тюрьму посадят, там, не дай бог, ну, что-то он думает плохое себе, понапридумывал, понапридумывал, а бог же меня не спасет, а почему же бог меня должен спасать? Я же с богом вообще, как бы, ни в каких отношениях. Значит, я должен о себе заботиться. А как же я буду о себе заботиться, когда такая экономика на спаде? И он всеми этими мыслями, он гонит, создает себе то будущее, которое к нему потом приходит. Понятно? Теперь, а что такое желание цадика, оно и тен, и тен даст ему? Ну, цадик, он думает о будущем. Как он думает о будущем? Он думает о будущем так. Мне надо служить богу, мне надо, значит, чтобы я делал больше заповедей, мне нужно, чтобы я больше торы учил, мне нужно с богом быть в хороших отношениях. Но это, в принципе, мне доступно, я это могу делать в любой обстановке, в любой экономической обстановке, в любой… Вообще, если я хочу служить богу, это мой внутренний вопрос. То есть я служу богу в моем внутреннем состоянии, вот оно, все, да? То есть цадику, в принципе, нечего волноваться о завтрашнем дне. И его главное желание, как мы отделяем цадик от нецадика, праведник от неправедника? Праведник, его желания, они идут в резонансе с желаниями бога. То есть он хочет выполнять заповеди бога, он хочет делать то, что бог хочет. И есть смешная оперативод, которая нам передает еще один смысл, еще одно как бы правило такое. Там написано так, «Осэрэ цоно, делай его волю, бога волю, как свою волю». То есть делай его желание бога, как свое желание, чтобы он сделал твое желание, как его желание. Что это значит? Это значит, что… Как я знаю желание бога? Желание бога изложено в Торе, в заповедях. Есть заповеди, бог сказал, это делай, это не делай. Значит, если я делаю заповеди, значит, я выполняю волю бога. Но как можно делать заповеди? Вот, например, человек захотел, захотел он что-то сильно захотел, там, я не знаю, воды он захотел или он покушать захотел, что он в этот момент сделает? Да он встанет, побежит, если ему позвонит его друг и скажет, слушай, завтра встаем в 5 утра, едем, значит, в Конотоп, в Конотопе мы заработаем по 1000 долларов, все, в 5 утра встречаемся на вокзале, ну, 99% в 5 утра встанут и поедут в Конотоп за 1000 долларов. А если ему друг позвонит и скажет, слушай, встаем в 5 утра, идем молиться, идем молиться Богу с восходом солнца, потому что, когда молишься с восходом солнца, то, ну, круче как бы молитва, все такое. Он скажет, ты что, в 5 утра, да не, я спать хочу. А ему друг скажет, слушай, за 1000 долларов в Конотоп ты ехал, а помолиться Богу ты не готов встать? Вот это разница между цадик и не цадик. Цадик, он наоборот, в 5 утра встанет, а за 1000 долларов в Конотоп, может, и не поедет, да, потому что он ставит волю Бога больше, чем свою, и выполняет ее так охотно, как выполнял бы свою волю, понятно? Понятно. Значит, и теперь нам становится, и когда у цадика возникает какая-то просьба к Богу, Бог ее выполняет. Но у цадика-то нет никаких просьб к Богу, правильно? Потому что цадик, он все свои желания, он уже делает как Бог. Теперь, и этим пользуются простые люди. Что делают простые люди? Простые люди идут к цадикам и говорят, послушай, ты известный цадик, ты служишь Богу, ты делаешь все только то, что Бог от тебя хочет. Значит, у тебя с Богом же хорошее отношение. Но цадик говорит, я не знаю, цадик, он скромный, праведник, он скромный. Люди говорят, ну мы знаем, что ты скромный, но мы-то точно знаем, что ты целый день выполняешь только волю Бога. Верь, Бог сказал помогать людям? Цадик говорит, конечно, это одна из главных заповедей, возлюбив ближнего как себя, это одна из самых базовых заповедей. Тогда простой человек говорит цадику, дай мне, пожалуйста, благословение, чтобы у меня было так, так и так. И цадик, у которой он не может отказать, потому что Бог сказал помогать людям, а у цадика своих желаний нет. У цадика есть только желание Бога. У него накопился такой потенциал божественный, то есть у него такой депозит на небе, что Бог его любит. И цадик, значит, человеку говорит, даю тебе благословение, чтобы ты там женился в этом году. И у человека бах, на него пошла с неба волна, потому что цадик сказал, Бог сделал. Это делай его волю как свою, чтобы он выполнил твою волю как его. Это то, что мы выучили в 24 отрывке. Страх злодея к нему придет. И желание цадиков и тен, Бог даст им. То есть, когда цадик что-то просит у Бога, Бог им дает. Но для себя они не просят, они просят для других людей. Понятно, да, идея? Поэтому те, кто это знают, вот очень это знают восточные евреи, которые выросли там, Марокко, вот эти вот евреи, которые сфарадим они называются. Они обязательно, обязательно, у них есть вот эти вот, у них праведник, там был Баба Сали. Ну, у них есть эта традиция, вот эти вот праведники, которые полностью, они только там учат Тору, Кабалу и так далее. И они к ним прямо очереди идут. Дай благословение, дай благословение, дай благословение. То есть, у них это благословение, это, ну, один из самых главных в жизни элементов, за которым они гоняются. Да, браха, потому что если есть браха, если везёт, то прёт, а если не, не везёт, то не прёт. Теперь Александр Попов задаёт хороший вопрос. Бог в Торе, в заповедях, заповеди — это то, что Бог сказал, делай, это его воля. Вот это воля Бога, выполняйте заповеди. Он её выразил в Торе, божественная воля, всё. Эти заповеди делай, повелевающие, эти не делай. То есть, там продолжение есть этой мечны, что останови свою волю против воли Бога, и тогда Он остановит волю других людей против тебя. Это как раз касается заповеди «не делай». То есть, я хочу, например, креветки скушать, а мне Бог сказал, нельзя. Значит, если я остановлю своё желание перед желанием Бога, Бог тогда, когда кто-то захочет мне сделать плохо, остановит его желание против меня. Понятно, да? Так, у нас уже 19.47, всё, на этом мы… Давай, не, ещё один отрывок, давайте, 25-й, чтобы три хотя бы была. Кавор Сафа Вен Раша. Когда придёт конец, не будет злодея в Этсадик Есо Далам. Этсадик — он основа, фундамент мироздания. Значит, бывает, вот я, например, сейчас здесь, в Роттердаме, на тренинге «Бизнес-мастере», и собралось 2000 людей, которые приехали с одной целью — заработать. То есть они все, такая концентрация людей, которые имеют деньги заплатить там 7 тысяч евро за вход. Есть 7, есть 10 тысяч евро. Это серьёзные деньги. Меня пригласили как гостя, я бы не заплатил. То есть я не настолько хочу разбогатеть, чтобы заплатить 7 тысяч евро за тренинг. Но меня пригласили как гостя, как человека, который… Ну вот пригласили меня, в общем, как гостя. Я приехал как гость, и вот я с ними вместе там учусь, общаюсь, я участвую в каких-то их беседах. А пригласили меня вместе с группой блогеров. Блогеры — это отдельный мир. Это люди, у которых там по миллиону подписчиков. У меня тоже есть миллион подписчиков, в общем, во всех сетях. И это как люди, которые влияют на других людей. И пригласили специально нас, группу русскоязычных блогеров. Я как блогера меня пригласили. Чтобы мы взяли интервью Тони Робинса и осветили это мероприятие. С Тони Робинсом мы встретиться не смогли. Он нам интервью не дал. Ну, в общем, блогеры уехали тусоваться в Амстердам, потому что блогерам им что Тони Робинс, что Бейонсе. Бейонсе круче. А сейчас там концерт Бейонсе. Певица такая есть. А я, значит, остался учиться, потому что я на Бейонсе не поеду, а все-таки мне учиться поважнее. Так вот, я замечаю, что у меня прям конкретно, меня накрыла вот эта волна, накрыла волна, что все, надо только деньги, деньги, работать, день работать, ночь работать, еще работать и удесятерить бизнес. И потом еще раз удесятерить бизнес. И в 10 раз его сделать мощнее. Короче, капец полный. И я понимаю, что меня захватила такая волна. Вот сегодня утром я проснулся, думаю, вообще, что-то меня не туда несет. Вообще не туда несет. То есть я не хочу посвятить свою жизнь только бизнесу, да, бизнес больше там и так далее. Зачем? Но меня захватила эта волна. И внешне многие люди выглядят очень счастливыми и успешными. Но это только внешне, потому что написано в 25-м отрывке. Каавор, софа, когда придет конец в энроша и не будет злодея. То есть все вот эти вот успешные бизнесы и так далее, все это рушится как карточный домик. Потому что нет там сути. Суть — это взаимоотношение с Богом. Суть — это умиротворение. Суть — это внутренний шалом, вот этот мир, цельность, спокойствие, понимание, куда ты идешь глобально. Что жизнь, она не заканчивается в момент смерти. Что вообще не нужно волноваться. Мы учили уже и будем еще учить, что злодей копит для того, чтобы потом передать праведнику. То есть все это иллюзия такая, очень такая яркая, красивая иллюзия. И когда придет конец, их не станет, злодеев не станет. То есть те люди, которые не служат Богу, их не станет, они исчезнут. В цадик и содалам. Весь мир существует ради цадиков, ради людей, которые посвятили себя Богу. Бог сделал мир, люди о нем забыли. Представьте, человек создал компанию, создал бизнес. И он этот бизнес создал. Он дал всем работу, он дал всем деньги. И потом он приходит, а ему говорят, ты кто вообще? Мы заняты, отвали. И как чувствовать себя будет такой человек? Это если бы это был человек. А Бог? Он создал это мироздание. Он создал человека. Он ему все дал. И люди вообще про него не вспоминают. Некоторые. А некоторые, да, ему служат. Так вот, те, которые ему служат, называются цадики, праведики. Вот они основа мироздания. Ради них существует мир. Не ради всех остальных, которые этот мир просто расшатывают, раскручивают. И все это общество потребления. Вот я сейчас у тебя денег побольше выкачиваю. А у меня их выкачает кто-то другой. То есть все, кто зарабатывают деньги, они же потом эти же деньги тратят. Идет такой круговорот. А есть, которые уже, знаете, такие сидят, как насосались денег. Вот у них миллиарды. Одному проценту людей принадлежит половина мировых ресурсов, мировых богатств. Представьте, одному проценту 50%. И они не останавливаются. Они все время качают, качают, качают. Куда качают? Зачем? Есть 20 миллиардов долларов. Ну куда больше? Ну куда больше? Ну зачем больше? Ты же 20 миллиардов не можешь потратить. Непонятно. То есть нужно обязательно, чтобы люди вернулись к Богу, начали каждый в отдельности. То есть вот эти все там революции, лозунги, это все, ну такое. Человек должен сам внутри себя начать с того, что утром и вечером уделять время Богу, молиться, благодарить, просить и свою жизнь выстроить, наполнить светом. Как только будет много людей, чья жизнь наполнена светом, весь мир будет наполнен светом. Все, дорогие друзья. Значит, три вывода. Три вывода, что первое, в конце все злодеи будут уничтожены. Это факт, а цадик и содалам праведник – это основа мира. Второе, что думать о будущем плохо, нет смысла, потому что страх злодея к нему придет, а желание цадиков Бог даст. Поэтому лучше думать о том, что ты хочешь получить, о цели и молиться постоянно и просить Бога, чтобы это произошло, чем беспокоиться о том, что может произойти. Это как бы, потому что так написано. И это очень важно. Третья вещь, что желание цадика, именно тот, кто делает волю Бога, Бог даст. Поэтому очень важно сосредоточить свое желание, свое намерение на том, что ты хочешь получить. Если уже ты хочешь думать о будущем, то надо думать только о позитивном ключе. И быть цадиком, то есть выполняя заповеди, вкладывать силу этих заповедей в то, куда ты хочешь перейти. Все, дорогие друзья, жду ваши выводы. И с Божьей помощью, чтобы у вас было все хорошо. Все, пока, удачи, хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.